Страна, Украина, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Как это было? Страна.УА, Украина. 7 сентября 2019 года. Украина и Россия провели обмен пленными. Его накануне анонсировал президент РФ Владимир Путин, заявив, что обмен будет масштабным. Взаимное освобождение задержанных россиян и украинцев состоялось. По 35 человек с каждой стороны, заявила уполномоченная при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Маскалькова. Мы ведем онлайн-хронику обмена из Москвы и Киева. Материал обновляется. 14.7 Зеленский снял с руки браслеты, которые носил в знак освобождения моряков. 14 часов в Кремле подтверждают, что взаимное освобождение граждан России и Украины состоялось. Обмен прошел успешно. Об этом заявил Дмитрий Песков. 13.59 Я наполнен адреналином. Во мне все бурлит. Кирилл Вышинский в Москве. 13.51 Полный список украинцев, которые вернулись из Москвы. Это официальный список Офиса Президента. Роман Сущенко, Олег Синцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих, Микола Карпюк, Алексей Сизанович, Павла Гриб, Едем Бекиров, Евген Панов, Артур Панов, Роман Макряк, командир Мбак Бердянский, Юрий Безоязычный, Андрей Артеменко, Андрей Юдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василь Сорока, Богдан Небилец, Вячеслав Зимченко, Сергей Цебезов, Сергей Попов, Владислав Костишин, Андрей Априско, Андрей Драч. Капитан Никополь Олег Мельничук, командир рейдового буксира Юникапу Михаила Власюк, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисович, Андрей Шевченко, Владимир Варимес, Сергей Чулиба, Юрий Будзилла. 13.48 Зеленский дает брифинг. Говорит, что насчет обмена договорился с Путиным. Мы с президентом России сделали все, что было можно. 13.46 Украинская правда опубликовала список тех, кого выдала Украина. Владимир Цемах, Кирилл Вышинский, Виктор Агеев, Александр Баранов, Аслан Басханов, Елена Бабова и Андрей Васьковский. Руслан Гаджев, Владимир Галич, Сергей Игнатьев, Анна Дубенко, Станислав Ежов, Аркадий Житких, Игорь Кимаковский, Ольга Ковалис, Сергей Коверник, Дмитрий Кореновский, Андрей Костенко, Алексей Лазаренко, Сергей Лазарев, Юрий Ломака, Петр Мельничук, Евгений Мефедов, Максим Одинцов, Юлия Просолова, Александр Ракущин, Антонина Родионова, Александр Сатаров, Алексей Седиков, Тарас Синячак, Александр Тарасенко, Андрей Третьяков, Виктор Федоров, Денис Хитров, Павел Черных. 13.44 среди прилетевших, Олег Сенцов. 13.38 выходят украинцы, доставленные из Москвы. Первыми, украинские моряки. 13.36 Зеленский подошел к самолету один, даже без Андрея Богдана. Первыми из самолета вышли представители Зеленского. 13.27 украинский борт приземлился. 13.26 У-204-306-4058 специального летного отряда приземлился в аэропорте Внуково, сообщает паблик «Авейдиспетчер». 13.24 опубликовано фото, кого отдала Украина. 13.5 Вышинского в Москве уже встречает целый десант из агентства «Россия сегодня». 12.50 на Украину возвращаются 24 военных моряка и 11 помилованных украинцев, сообщила Интерфакс Украина вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева. Сейчас можно сказать, что главное состоялось, состоялся диалог двух президентов, Украины и РФ, который по сути сдвинул с мертвой точки эту проблему, которая никаких не решалась в течение 20 месяцев. В результате этого диалога мы имеем помилование. Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек, рассказала она агентству. Карпачева отметила, таким образом, 24 украинских военных моряка возвращаются домой плюс 11 помилованных. Среди них летит наш гражданин, режиссер Олег Сенцов. Он уточнила, что Украина накануне отпустила под личное обязательство 19 человек, которые пошли на обмен, 16 были помилованы. Итого, 35 человек. В конечном итоге будем надеяться, что формула 35 на 35 будет реализована, сказала Карпачева.